Привет, друзья! И с вами я, Александр Манаев, и это очередной обзор на пластинки группы Modern Token. Сегодня мы поговорим с вами о сборниках. Пластинки, которые являют собой сборники песен различных лет группы Modern Token. Итак, поехали! Можно первым сборником считать вот эту пластинку. Вы скажете, ну это же сингл Шерри Шерри Леди, 12 дюймов. На самом деле, нет, это не так. Это тайваньский сборник. Если вы обратили внимание, здесь на второй стороне обложка первого альбома группы Modern Token и белый задник, как в Болгарии. Но единственное, что фотография не озеркалена. И еще особенность этого сборника в том, что песни здесь идут в разнобой. То есть, что произошло в 1985 году, когда вышел первый альбом, после него потом вышел во второй половине, в сентябре, по-моему, вышел сингл Шерри Шерри Леди. И в Тайване что сделали? Добавили эту песню к альбому, хлопнули сюда обложку, как бы новую, да? Здесь поставили обложку с первого альбома и назвали это Шерри Шерри Леди. И непонятно, то ли это компиляция, то есть сборник, то ли это альбом, просто с добавленной песней. Ну, в Советском Союзе тоже так сделали со вторым альбомом, да? Но там, как бы, официально остался это второй альбом. Здесь, как видите, сборник называется Шерри Шерри Леди. Конечно же, в Тайване не могли выпустить без вкладыша. Это песни. Тексты песен. И все-таки интересно, они их тут растусовали на самом деле. Первая песня идет Шерри Шерри Леди. Она даже выделяется, она даже выделяется на самой пластинке. Ее выделили, что это как бы новое. Это новое. Вот. Потом идет You Can Win If You Want. There's too much blood missing you. Do you wanna? Bass of Parish. То есть перемешали все песни. На второй стороне You My Heart You My Soul, Lucky Guy, The Nice Is Yours and Nice Is Mine, Diamonds Never Made A Lady и One In A Million. То есть песня, пластинка заканчивается на медленной песне. Но, тем не менее, интересная достаточно компиляция. Вообще, молодцы, конечно, что они выпустили. То есть вот такая пластиночка тут. На самом деле, тогда, когда не было интернета, да, то есть любая новая пластинка, даже с новой песней, это было интересно. Идем дальше. Второе тайваньское издание, сборник, 88-го года. Это Hits, Hits, Hits. Вот такой. И на второй стороне Дитер Болин и Томас Андерс вместе. А на лицевой стороне обложки почему-то только Томас Андерс непонятно. То есть зря могли действительно поставить хорошую фотографию. Но, как бы то ни было, здесь замечательный сборник 88-го года. Здесь песни со всех шести альбомов. Очень многие сборники были с четырех или, чаще всего, с пяти альбомов. Здесь присутствуют песни шести альбомов. Конечно же, вкладыш. Вот такой. И с текстами песен. И вот тут даже есть фотография шестого альбома. Если вы так, я попробую приблизить, если вы увидите черно-белое. И сама пластинка. Немножко даже с изображением Дитера Болина. И вот на этой стороне Томас Андерс. Идем дальше. Это были тайваньские сборники. В 88-м году выходит сборник в Германии вот такой. Называется The Super Hits of Modern Talking. Или, просто говоря, Best Of. Это сборник тоже имеет в себе песни со всех шести альбомов. А сзади здесь, если вы обратите внимание, здесь идет и информация о Дитере Болине. И о том, как группа создалась. И идет вот такая таблица чартов. То есть, какие места занимала тот или иной сингл. Ну, скажем так, это больше идет аналитика изданий. Но, тем не менее, очень хорошая, интересная пластинка. Выходила только в Германии. Идем дальше. С этой же фотографией, с одной стороны, и с другой фотографией, с другой стороны, вышел вот такой Great Hits Mix. Я говорил о том, что, когда мы обозревали пластинки 12 дюймов, там был сингл, да, к этой пластинке. Вот это сама пластинка. Здесь их две, на самом деле. Это двойная пластинка. Здесь две пластинки. На каждой пластинке по четыре песни. На каждой стороне пластинки по четыре песни, которые смиксированы в одну, в один трек. Очень интересно. Там добавки есть. Если у вас нет этой пластинки, то, ну, либо купите, либо можно в интернете, наверное, найти с этой пластинки MP3 треки. Эта пластинка выходила в трех странах. Испания, Португалия и Бразилия. Это у меня... Это бразильский релиз. Но, честно скажу, он от испанского и португальского не отличается ничем. Такой же самый. Идем дальше. Это уже 87-й год. В 87-м году в Германии выходит вот такая пластинка Modern Talking Story. Я вам скажу больше. Таких пластинок вышло много. Они вышли в нескольких странах. В том числе и в Югославии даже. В Греции выходили. Ну, мы поговорим о тех, которые отличаются. В Югославии и Греции выходила вот такая пластинка. Только она не раскрывалась вот так. Немецкое издание, кстати, есть тоже, которое просто одна сторона. И вторая сторона с песнями. И не раскрывается. Это клубное издание. Оно открывается. Вот, посмотрите. Здесь тоже много чего написано о группе Modern Talking. Опять же, аналитическая таблица. Места в хит-парадах и так далее. И вот еще такая фотография из испанской сессии 1987 года. Теперь мы посмотрим на шикарный релиз этой же пластинки в скандинавских странах. Вот такая фирма Mega Records скандинавская. Как видите, они повторили золотое лого группы Modern Talking. И вот в 1987 году вышла вот такая пластинка. Она немножко побогаче, чем немецкая. То есть здесь две фотографии вот таких красивых. Не вижу, видно вам или нет. Но вот такие. И здесь тоже аналитическая таблица. Все то же самое. Но сама по себе пластинка очень красочная, очень красивая. Здесь песни из пяти альбомов. Пластинка 1987 года. Возможно, что выпущена тогда, когда еще не вышел шестой альбом. Это израильский релиз этой же пластинки Modern Talking Story. Здесь немножко другой дизайн. Вот, посмотрите. В Израиле это вышло вот в таком виде. Вот в таком виде. И все те же песни практически. Нет, не те же. Здесь немножко они по-другому сделали. Здесь 16 песен. А на израильской пластинке 15. Да, какую-то песню они пропустили. Но, в принципе, не важно какую. Let's talk about love. Да, здесь нет этой песни. На израильской пластинке ее нету. Вот такой релиз. Идем дальше. Эта же пластинка, этот же сборник The Modern Talking Story вышел в 88 году в Южной Корее. Вот в таком дизайне вышел. Конечно же, не обошлось без вкладыша. Вот такого. Тоже тексты песен. Ля-ля-ля. Все красиво. Все хорошо. Вот. Сама пластинка. И я не знаю, как это связано. Но в 1991-м тоже в Южной Корее вышел вот такой релиз. Как бы практически одно и то же дизайн. Но они немножко изменили. И качество полиграфии, конечно же, ужасное. Но сам конверт плотный. Поэтому очень хорошо сохранился. То есть, что тоже не очень хорошо. Потому что понятно, что это не от времени такая плохая фотография. А именно потому, что изначально напечатали ее плохо. Вот. Такой конверт. Идем дальше. У нас осталось еще два сборника. Два релиза. Это очень особенные релизы, дорогие друзья. Это релизы Южной Африки. Южно-африканский релиз. Итак, первый релиз. Это альбом. Макси-альбом, так называемый. Вышел он в 1988-м году. Чем он уникален. Он уникален тем, что здесь все официальные синглы в максимальных версиях. То есть, 8 максимальных версий. Синглов было 9. Но если вы помните, один из этих синглов, Give Me Peace on Earth, он выходил просто пластинка. То есть, там не было максимальных версий или коротких, или длинных. Это просто была версия и все. И поэтому здесь присутствуют основные хиты Model Talking. В максимальных версиях пластинка слушается дольше, чем обычный альбом. И это здорово. Очень хорошее издание. Южная Африка. Макси-альбом. И вот такая пластинка. Называется Singles Collection. Здесь шикарная фотография на передней обложке. И четыре фотографии альбомов. В принципе, песни на этой пластинке взяты именно с этих четырех альбомов. Если вы обратите внимание, я поближе поднесу. Вот здесь написано внутри Free Poster Included. Прилагается постер. И этот постер у меня есть. Я вам сейчас его покажу. Он вот такой. Вот такой постер. С другой стороны ничего нет. Но сам по себе вот такой плакат. Как бы сложенный из двух фотографий. Это фотография с 1985 года с выступления. И Томас и Нора фотография с Испанией. По-моему, в Испании они были. По-моему, это испанская сессия. Ну и пластинка. Вот Principal Record. Это вот такой релиз. Друзья, как видите, очень много пластинок, которые многие из вас, наверное, не видели. И очень здорово, что мы можем о них поговорить. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк этому видео. Есть ссылка в описании с моей группы пластинки Modern Talking. И вы можете посмотреть там. Там тоже очень много всего интересного. Но то, что у меня есть, я буду с вами делиться. Не прощаюсь. Подписывайтесь на канал. Здесь говорят Modern Talking Forever. Пока.